14 июня 1922 года увидел свет декрет Центральной Советской Власти о расширении границ автономной Башкирской Советской Социалистической Республики. Уфимская губерния отныне упразднялась, а ее уезды были включены в состав Татарской и Башкирской АССР, а также Челябинской губернии. По какой причине было принято решение об упразднении Уфимской губернии? И как проходило образование так называемой Большой Башкирии? Об образовании Башкирской Республики сказано и написано достаточно, чтобы представить себе этот процесс во всей его сложности и противоречивости. Башкирская автономия родилась в огне гражданской войны, как результат самоопределения башкирского народа, его вооруженной борьбы сначала против большевиков, а затем против белогвардейщины. Башкирская Республика была провозглашена в декабре 1917 года на учредительном Курултая в Оренбурге. Арест башкирского правительства в феврале 1918 года, осуществленный большевиками, положил начало вооруженной борьбе башкир за свою автономию. Сформированное в кратчайшие сроки национальное войско, получившее в составе Белой армии название Башкирского корпуса, отчаянно сражалось с Красной армией до 1919 года, когда в обмен на признание башкирской автономии оно перешло на сторону советской власти. 23 марта 1919 года между правительством и центром было заключено соглашение о советской автономии Башкирии, которое было реализовано на территории так называемой Малой Башкирии со столицей Стерлитамаке. Обратите внимание на текст соглашения. Как называется текст? Это соглашение центральной советской власти с башкирским правительством о советской автономии Башкирии. То есть, как бы центр или большевики, большевистские лидеры сами признали существование правительства. Притом это правительство было белое, перешедшее уже на сторону красных. Даже сам вот этот документ свидетельствует, что это не дата образования, а дата признания. Я всегда так пишу. Дата признания центральной советской властью, большевистской властью, уже существующей Башкирской автономной республики. Малая Башкирия представляла собой меньшую часть исторического Башкортостана. Поэтому башкирские лидеры всегда имели в виду приведение государственных границ республики в соответствие с этнографическими, то есть с ареалом расселения башкирского населения. Вслед за признанием советами Башкирской республики наступил период длиною в несколько месяцев относительной самостоятельности автономного Башкортостана, который башкирские власти использовали для налаживания экономической жизни региона. Эту политику некоторые исследователи именуют автономным НЭПом, тем самым признавая, что НЭП был впервые опробован именно в Башкортостане. За годы гражданской войны территория Башкирии шесть раз становилась театром военных действий. Шесть раз фронт железным катком прокатывался по ней, забирая жизни местного населения. Те же, кто остался в живых, были обречены на голодную смерть ввиду полного расстройства хозяйства. Уполномоченный Центра Тимофей Сидельников писал, «Пока в столицах идет эта война, там, в глубине лесов, народ башкирский вымирает тихо, безропотно, геройски. От тифа, голода и безработицы. Думаю, что минимум 25-30% башкир за эту зиму отправились на тот свет. Какой-то тихий ужас охватывает тебя, когда видишь эту немую трагедию». В этих условиях башкирские лидеры предпринимали отчаянные попытки спасти свое разоренное население от голодной смерти. Представитель Всероссийского совета народного хозяйства РСФСР Немвицкий как-то высказался о башкирских деятелях. Все их действия напоминают действия детей, настолько они беспечны или их опьянила власть. Они уже толкуют о каком-то товарообмене между Башкирией и соседними губерниями. Все так называемое «ребячество» башкирских властей заключалось в том, что они дерзнули воплощать в жизнь условия соглашения о советской автономии Башкирии, предполагавшего широкие права республики как автономного и самостоятельного хозяйствующего субъекта федерации. В то время как среди большевиков как раз-то и свирепствовала детская болезнь ливизны. Вся вина башкирских руководителей в глазах уфимских и оренбургских коммунистов заключалась в том, что они пытались противодействовать шариковскому пониманию государственной политики. Все отнять и поделить. Во всей стране советов единственной возможной формой хозяйствования была политика военного коммунизма, которая требовала национализации промышленности, свертывания товарно-денежных отношений, запрета на свободу торговли. Одним словом, полный демонтаж рыночной экономики. Рабочие и служащие должны были отбывать трудовую повинность, получая за это лишь скудный паёк. На селе эта политика приняла не менее уродливые формы. У крестьян отбирались все запасы хлеба, реквизировался скот, труженики села обрекались на полуголодное существование. Но самое главное, у них уничтожался стимул к производству сельхозпродукции. Зачем что-то производить, если завтра всё отберут? Иное дело Башкирия, руководство которой, широко трактуя свои автономные права, отказывалось проводить губительную для экономики и населения политику военного коммунизма. На всей территории Советской Республики Башкортостан оставался единственным островком рыночных отношений и относительного материального благополучия. Автономный НЭП – это экономическая политика башкирского правительства, которая действовала в 1919-1920-е годы, назван так не только по известному термину новоэкономическая политика, которая началась в России в 1921 году. По сути дела, автономный НЭП, по мнению некоторых исследователей, по форме, по содержанию и даже концептуально, это именно та модель экономики, которая станет господствующей впоследствии в России с 1921 года. По своей сути, автономный НЭП в условиях Башкирской Республики состоял из нескольких основных пунктов. Конечно, то, что в основе лежал свободный рынок и свободная торговля, касалось, конечно, этого самого главного сегмента экономики – это промышленности. Крупные и средние предприятия, в основном в Башкирской Республике – это горнозаводская промышленность, горнозаводские заводы, получили возможность производить, помимо основной деятельности, заниматься производством товаров повседневного спроса. Говоря о современной экономической терминологии, это право предприятия заниматься коммерческой деятельностью. Самый первый аграрный акт Башкирской Республики от 14 октября 1919 года закреплял незыблемость существования крупных и средних крестьянских хозяйств. Политика башкирского правительства была направлена на развитие фермерства, то есть единоличных хозяйств, производивших основной объем сельхозпродукции. Мы знаем, что продоразверстка – очень жестко централизованная политика по насильственному отбиранию хлеба из деревень. Отвертеться или отказаться от продоразверстки ведь Башкирская Республика в принципе не могла и постаралась создать такие условия для крестьянских хозяйств, чтобы смягчить удар стороны продоразверстки. По сути дела, в чистом виде продоразверстки ее и не было, потому что Башкирская Республика тут же приняла ряд законов, касающихся сельского хозяйства, где продоразверстка заменялась продовольственным налогом, но не поголовно и унифицировано ко всем крестьянским хозяйствам, а именно с абсолютным учетом состоятельности крестьянских хозяйств. Поддержка трудового хлебопашца, хуторянина, вступала в резкое противоречие с военно-коммунистическими методами управления селом. В нарком земле РСФСР эта политика однозначно трактовалась как буржуазная. Свободный рынок, составлявший важнейшую часть так называемого автономного НЭПа в Башкирии, был направлен на то, чтобы в первую очередь обеспечить население республики всем необходимым. В Башкирию стекались контрагенты различных российских учреждений, частные торговцы, чтобы сбыть свою продукцию на рынках Башкирии или наоборот, приобрести здесь дефицитный товар. В результате товарное содержание рубля на территории Башкирии было самым высоким по всей России. Соответственно, раз рынок сохраняется, сохраняется торговля, и крупные предприятия, и мелкие предприятия промышленности, и сельскохозяйства все втянуты в систему рынка, разрешается вывоз, ввоз товара. И все это привело к тому, что в Башкирии сохранились товаро-денежные отношения. Это было принципиальное отличие в отличие Башкирской республики от России в этот период, потому что в условиях военного коммунизма денежные знаки в России практически не использовались и не имели хождения. А в Башкирии они использовались, имели хождение, товаро-денежные отношения активно развивались, поддерживались. И это принципиальное отличие создавало, в общем-то, для экономической политики башкирского правительства очень хорошую подоплеку для реализации своих политических программ, политических планов. Таким образом, башкирские лидеры первыми отменили политику военного коммунизма, заменив ее рыночными отношениями и товарным обменом. Через год так же поступит и Ленин, назвав это НЭПом, то есть новой экономической политикой, которая уже была опробована в Башкирии. Эти действия, говоря словами уфимских большевиков, создавали условия для вредной агитации. Народ уфимской губернии, измученный политикой военного коммунизма, целыми властями стал самовольно присоединяться к Башкирской республике. В уездный город Белебей стали поступать тревожные известия, что ее агитаторы призывают население башкирских и небашкирских властей по реке Деме присоединяться к Башкирской республике. Цитирую, обещая населению различные льготы в житейском быту, как то, что в Башкортостане будет свободной торговля, монополии хлеба и реквизиции скота не будет, как это практикуется в Советской республике России. Уфимская губерния буквально затрещала по швам. Губернский продовольственный комитет на своем совещании постановил довести до сведения губернского ревкома о самовольных переходах целых селений к Башкирской республике. Следует принять неотложные меры к понуждению крестьян Надеждинской, Свято-Троицкой, Тюрюшлинской и Нагаевской властей. Как видим, к Башкирии стали присоединяться не только башкирские волости уфимской губернии, но и чисто русские, например, Надеждинская, бывшая поместья русского писателя Аксакова. Но это были, как говорится, цветочки. 10 февраля 1920 года крестьяне деревни Новая Елань Мензелинского уезда истребили уфимский продотряд из 35 человек, прибывший для реквизиции зерна. Инцидент стал сигналом к всеобщему восстанию, название Черный Орел. 10 тысяч повстанцев, имея всего лишь 150 винтовок и два пулемета, двигались с севера-запада в сторону Бирска. Другая группа двигалась с юга-запада на Белебей. По оперативным данным, обе группировки должны были соединиться в районе Чешмов, а затем идти на штурм Уфы. Председатель Белебеевского уездного исполкома Клюев докладывал из Белебея в Уфу. Банды восставших находятся в 64 верстах от Белебея, в захваченных прокламациях повстанцев фигурируют лозунги «Долой коммунистов», «Да здравствует Красная Армия», «Да здравствуют большевики» и «Свободная торговля». Согласно захваченного приказа, повстанцы имеют цель двинуться на Чешмы, якобы для соединения с ожидающим их там Закием Валидовым. Население, в особенности Кулаческое и Башкирское, встречает эту банду везде восторженно. Советские партийные органы на местах пребывали в состоянии паники. 1 марта ими был без боя сдан Белебей. Троцкий в бешенстве отбивает телеграмму. Временная сдача Белебея почти невооруженным бандам представляет собой факт неслыханного позора. Предлагаю Реввоенсовету Туркфронта через безусловно компетентных следователей выяснить обстановку сдачи Белебея для привлечения виновников как изменников и предателей. Восстание Черный Орел идеологически было многослойным. Тут был и стихийный протест против продовольственной диктатуры большевиков и религиозный пафос борьбы за веру и, конечно же, автономистский порыв Башкир у Фимской губернии, вылившийся в движение за присоединение к Башкирской республике. Валидов в своих воспоминаниях пишет «В татарских деревнях проклинали красных, происходило столпотворение, будто наступил судный день. Присоедини нас к Башкортостану, освободи, защити, мобилизуй, сыновей в свое войско!» Взывали ко мне, пришли к нам и посланцы многих русских сел и деревень, также выражая желание быть в составе Башкортостана. Большевистская газета вперед сообщала «В некоторых селах даже попы Самвона ведут агитацию за присоединение к автономии Башкир и за отделение от анархичных великороссов, отбирающих у церкви земли». Информация, поступавшая с мест, приводила уфимские власти в отчаяние. Среди крестьян уфимской губернии распространялись листовки, в которых говорилось следующее. «Заки Валидов во главе войска идет для уничтожения коммунистов. Будут убивать всех, кто общался с коммунистами. К Башкирской автономии отошли губернии Пермская, Уфимская, Казанская. Предстоит борьба с коммунистами, но бояться нечего, так как стоит об этом сообщить Заки Валидову, как он сможет их освободить». Население губернии на общих сходах составляли приговоры о присоединении к Башкирии. К примеру, чекисты получили информацию, что в Чукадык-Тамаковской волости появились контрреволюционные агитаторы, истолковывая в извращенном смысле Баш-республику, агитировали за башкирского короля Заки Валидова о том, что не будет коммунистов и будет там свобода. На проходившей в дни восстания конференции Уфимской организации РКПБ Борис Эльцин, лидер местных коммунистов, горько признался. «Замечается полное разложение советской власти, как в самих советах, так и в войсках. Полный паралич власти. Здесь нет слоев, поддерживающих советскую власть. Мы представляем из себя каких-то бонапартиков, оторванных от масс. В Уфимской губернии мы получили полный политический провал. Нужно сделать так, чтобы население было кровно заинтересовано в поддержании советской власти. Мы находимся на краю гибели. Если это восстание будет подавлено, то следующее более организованное наступление может свергнуть не только нас, но и вообще советскую власть». Тем временем власти уже оправились от первого шока, в который они погрузились в начале восстания. Из Уфы выступили части ВОХР численностью около 8 тысяч человек. Одновременно в тыл повстанцам ударили части Туркестанского фронта. К концу марта восстания было подавлено. В Москве, конечно же, не могли спокойно взирать на то, как на отдельно взятой территории РСФСР региональные власти проводят буржуазные эксперименты, которые приводят к тому, что население соседних субъектов федерации толпами переходит под их юрисдикцию. Поэтому в Кремле был подготовлен декрет о государственном устройстве автономной Советской Башкирской Республики, который уничтожал экономическую самостоятельность Башкортустана. Таким образом, Центр не только уничтожил экономическую самостоятельность республики, но и в одностороннем порядке разорвал договорные отношения между РСФСР и БАССР. Майский декрет 1920 года вызвал бурю негодования. Новый председатель Башчика Лобов, недавно прибывший в Стерли-Тамак, удивленно писал, «В Башре в коме встретили прохладно, сказав, что против меня как личности ничего не имеют, но не согласны принципиально с подчинением Башчика Всероссийской чрезвычайной комиссии. Здесь, по-видимому, не считаются контрреволюции выступления перед парадом войск с речами такого содержания, что Ленин изменил башкирскому народу, что им автономии не дали никакой, что они одинаково будут бороться и с Колчаком, и с советской властью». Незадолго до своего отъезда в Туркестан Валидов отправляет из Москвы тайное послание своим соратникам в Башкирии. Центр отнимает все экономические богатства Башкортостана, а также подчиняет себе их политические органы. Нам оставляет нечто вроде национально-культурной автономии. Поэтому он приказывает им оставить свои посты и поступить по его примеру, то есть разъехаться по востоку для организации сопротивления большевикам. Валидовский Башревком прекратил свое существование. Начался новый этап в истории республики. Согласно известной сентенции, революцию замысливают романтики, осуществляют фанатики, а ее плодами пользуются негодяи. Нечто похожее произошло и в Башкирской республике в 1920 году. Романтики федерализма, мечтавшие о Соединенных Штатах России, давно покинули этот мир. Фанатики типа Валидова притворили этот идеал в жизнь. А вот после самоликвидации валидовского Башревкома во главе Башкирской республики встали нигилисты, ликвидаторы этой самой республики и самой идеи автономии вообще. 25 июля 1920 года Стерлитамаке открылся первый Всебашкирский съезд советов. Уже само слово Всебашкирский являлось насмешкой над подобного рода собраниями, ибо на съезде не было ни одного представителя коренного населения республики. Съезд осудил старый состав Башревкома как антинародный, но самым роковым решением съезда стало избрание на пост председателя Башцик и Башкирского Совета народных комиссаров ярого врага башкирской автономии Гали Шамигулова. Аресты и расстрелы сторонников бывшего Башревкома становятся обыденным явлением. Мы же знаем его заявление, он даже Сталину заявил, вот, если бы вы не помешали, мы готовы были расстрелять Ахмедзакивариди и так далее. Помните, когда в 23-м году секретное совещание было, Сталин даже об этом говорил, что мы тогда не пошли на этот шаг, что Шамигулов был неправ и так далее. Он даже вот так наставлял Сталина в свое время. Обвинил его в мягкотелости. Сталин и кого-кого. Вот это был Шамигулов. И этот человек занял вот самый ответственный пост в республике. Политика Шамигулова привела к тому, что в горах Урала возникает партизанское движение. Диктатура Шамигулова была настолько невыносима, что в рядах повстанцев оказываются не только враги большевизма, но и убежденные коммунисты. Во главе повстанцев становится бывший председатель БашЧК Сулейман Мурзабулатов, который, несмотря на свои коммунистические убеждения и работу в ЧК, не смог спокойно смотреть на вакханалию террора, свирепствующую в Башкирии. К осени 1920 года восстание в Малой Башкирии не только не потушено, но, напротив, распространяется подобно лесному пожару. Огнем мятежа охвачены уже не только Бурзян-Тангауровский кантон, но и Тамьян-Катайский, Усерганский, Юрматынский. Восставшие организуются наподобие регулярной армии, создают реввоенсовет, все отряды сводятся в одну дивизию, которая получает название Башкирской повстанческой Красной армии. Шамигулов призывает на помощь известного карателя Чеверева, прославившегося при подавлении крестьянских восстаний в Уфимской губернии, а также комбрига Ивана Каширина. Тамбов Ивана Каширина. Мы нашли кунбайыш-то Антонов Харакаты, кунсыгыш-то Алтай-Халкынын Харакаты. Хэм Урталықта, бэнда, Башкарцыстанда, бэта кантонтарда Ялхын, башкутару Ялхыны, бэл Астаньяны, хураллы, кэсплэн, совет-хокуматы Янгалмай, шуга кура Башкарцыстанда, бэл Башкарцыстанда, бэл В октябре 1920 года повстанческая башкирская Красная Армия повела наступление на Белорецк, Баймак и Стерлитамак. К башкирам присоединяются русские и казачьи отряды Выдрина, Ланина, Косарева. Видя, что жестокость только озлобляет население, уполномоченный ЦК РКПБ Мостовенко приходит к мысли о необходимости переговоров с лидером движения Сулейманом Мурзабулатовым. К этой мысли приходят и другие московские представители, так как анализ ситуации подводит их к выводу, что первопричиной восстания являются перегибы в национальной политике Шамигулова. В этих условиях Центр счел за благо начать переговоры с Мурзабулатовым. Между повстанцами и правительственными органами было заключено соглашение, основными положениями которого были амнистии участникам восстания удаление из башки Шамигулова и его подельников, а также признавалась ошибочной практика грубого вмешательства Центра через своих представителей в дела Республики. Восстание 1920 года, особенно восстание Черный Орел, предопределило судьбу Уфимской губернии, власти которой были дискредитированы в глазах населения за жестокое подавление мятежа. Поэтому, когда 27 мая 1920 года декретом советской власти была образована Татарская АССР, Центр присоединил к ней Мензелинский уезд, начав процесс расчленения губернии на части между соседними субъектами Федерации. Нужно думать, что этими шагами большевистское руководство хотело заручиться поддержкой башкирских и татарских масс Уфимской губернии, видевших в актах перехода под юрисдикцию двух соседних национальных республик выражение права на самоопределение. Например, в адрес Второго съезда Совета в Байсср, проходившего в июле 1921 года в Стерли-Тамаке, было прислано постановление 17 властей Белебеевского уезда Уфимской губернии с требованием присоединения их к Башкирии. Движение за присоединение нашло горячего сторонника в лице председателя Совета народных комиссаров Байсср Мулаяна Халикова, который продвигал эту идею в высших эшелонах власти в Москве. Мулаян Халиков действительно по существу возглавил национальное государственное строительство Башхустана после того, как Закива Лиди был вынужден покинуть свою республику. В итоге 14 июня 1922 года вышел декрет в ЦИК о расширении границ автономной Башкирской Советской Социалистической Республики. Уфимская губерния упразднялась, Уфимский, Стерлитамагский, Бирский и Биребеевский уезды входили в состав Башкирии, а Златоустовский в состав Челябинской губернии. Еланский кантон, включавший в себя Альменевский и Сафакулевский районы нынешней Курганской области, изымался из состава Башкортостана и передавался в состав Челябинской губернии. В 1924 году из состава БАССР будет изъят и передан Оренбургской губернии Токчуранский кантон, а в 1934 году в составе Челябинской области окажется последний Башкирский анклав Аргояжский кантон. Таким образом только к 1934 году Башкирская республика приобретет свои современные очертания. Процесс формирования ее нынешних границ занят долгие годы и хотя за пределами границы республики остались несколько крупных анклавов, Бардымский в Пермском крае, Аргояжский в Челябинской области, Яландский в Курганской области, Токчуранский в Оренбургской, декрет 14 июня 1922 года объединил большую часть исторического Башкортостана под названием Большой Башкирии. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова